ну сейчас режим лукашенко выглядит крепким как никогда как же он крепкий он стена нагнилая как еще мы знали от владимировича лель на к ней развалится он как и крепкий за счет штыков на штыках сидеть нельзя николай сванит за историк журналист у нас в особо мне вот только что буквально президент путин сказал что ничего не хочет знать о задержанном протасевич ничего не хочет знать об инциденте с самолетом как вы считаете лукашенко сам принимал решение посадить этот самолет или россия здесь была как-то замешана черт знает думаю что скорее сам потому что вряд ли россии это было сильно нужно думаю что скорее сам я так думаю но это наверное вряд ли мы когда-нибудь узнаем до конца демонстративное отстранение путина от этой истории то что означает но это нормально как раз он в данном случае у нас сейчас роман с лукашенко такой очередной серии этого романа нормально вообще или нормально для путина для путина конечно ну вообще нормально для для человека который вы который его ситуация сейчас находится еще раз повторяю ситуация такая у нас сейчас потепление с лукашенко с одной стороны мы не хотим закрывать его преступление своей кровью зачем это путина нужно подпадать под санкции и презрение так сказать раздражение запада в связи с тем что совершил лукашенко нам вовсе не надо поэтому как раз такое отстраненность это нормальная поза но до этой отстраненности была встреча с лукашенко и демонстративное объятие и разве здесь и фигурально и просто физически путин не прикрывал его своей груди прикрывает но все-таки не именно ситуацию а ситуация он дистанцируется лукашенко дружит так что она хочет слопать думаю что и слопает в конце концов хотя это будет очень легко но делись им ответственность за происшедшее в небе над беларусь он конечно не хочет это понятно а ситуация с российскими гражданами которые оказались в тюрьмах лукашенко ну во первых это софи сапега девушка романа протасевича который до сих пор непонятно что с ней как она не пускает адвокатов и другие российские граждане тоже которых обвиняют в протестах и так далее россия так за них и не будет ступаться не будет знаете у меня такое впечатление что будет но очень формально вот ситуация с софи сапега показывает это мы вроде бы как как обозначились мы заинтересованы на наша гражданка но конечно энтузиазма нет в отличие от того что было с бутом что было там с марией бутиной вот ясно какие люди нам нужны в ком мы демонстрируем повышенную заинтересованность государства именно и лично президент и в ком нет и здесь явно нет конечно я думаю что это хочется не очень хорошо софи сапеги во-первых отдельный вопрос как сообщение себя ведут это так сказать уже ближе к к протасевичу и к тому что мы видели и в этом так называемом интервью вот но в конце концов я думаю ее просто выжмут как губку и прости господи и отдадут нам и мы будем кладиться и благодарить что спасибо что выдали нам на нашу гражданку вообще в целом история с признанием протасевича так называемом интервью какое впечатление на воспроизвела кошмарная просто кошмарная трагедия происходит на глазах просто кусок гулага как будто ожил или не знаю гулага или там архипелага гулаг салженицын или рассказов шалама просто ожил перед нами в живую просто в лайфе человек явно совершенно сломанной просто кожа осталась мне только внешний абрис не знаю человека и поломан изнутри полностью что с ним делали мы не знаем угрожали то есть было психологическое давление или это было физическое давление или медикаментозно я не знаю но очередной такой живой труп и с этим живым трупом разговорю разговаривать который читает себя журналистом по моему зовут роман марков этого чудака вот который отдельный вопрос так сказать как человек может считать себя журналистом это уже не не просто журналист по вызову к этому мы привыкли но он еще с таким явно садийским таким палаческим рвением вот это все происходит страшное просто впечатление когда человек говорит то что от него хочется захочет услышать лукашенко с этими стальные эти стальные яйца это там все уважение демонстрирует батьки просто продиктованные слова говорить да вот вот мне тоже стало интересно про стальные яйца это лукашенко сам придумал этот текст чтобы или он сам придумал или придумали какие-то люди которые хотели ему польстить мы же помним как когда был самый смешной совершенно цирковой номер с разговором да прихваченным как бы который лукашенко демонстрировал там тоже шла речь о том какой он классный мужик лукашенко то есть он все время так сказать хочет чтобы о нем враги говорили хорошо с уважением да вот эти стальные яйца лейтмотивом каким-то проходят да вот и это конечно ужасающие впечатления просто ужасающие это и такое такое над какой-то гестаповская издевательство над человек страшно совершенно и мне страшно подумать о том что то же самое может твориться с молодой девушкой со социации софи сапегой белорусскому протесту пришел конец с этим совсем нет 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 конечно нет почему нет это пауза потому что он питается соками народного недовольства народное недовольство на убыль не идет лукашенко держится на штыках своих силовиков и на временной московской поддержки временной потому что как только будет найдена замена замена ему более лично симпатичная путину более лояльная москве без финтов и более или менее электорально перспективная лукашенко сразу уйдет любитее окажется в доме в доме в жуковке но мирной революции уже не будет если может быть любой и мирно и не мирно не знаю не готов предсказывать но я даю лукашенко месяцы я думаю счет его правление идет на месяц не на неделе но и не на годы на месяц это мой прогноз но то есть все-таки россия скинет лукашенко скорее чем протестующий получат не знаю посмотрим но я думаю что без россии скинуть его конечно будет сложно но сейчас режим лукашенко выглядит крепким как никогда как лукой же он крепкий он стена на гнилая как еще мы знали от владимировича ленина к ней развалится он крик крепкий за счет штыков на штыках сидеть нельзя и про беларусь еще один важный пункт это запрет перелетов и кажущаяся полная изоляция беларуси в том что касается всего остального мира за исключением россии это обычно укрепляет режим или наоборот приближает его конец и занял это может он может укрепить в краткосрочном режиме на в принципе конечно это на пользу режима не идет разумеется народ же начинает все-таки выражать недовольство и к тому же лукашенко на нас настолько не популярен что мобилизовать народ вокруг себя этими западными акциями не удастся сейчас и сейчас единственная поддержка это москва только москва потому что если москва откажется то и человеке пристанут человеке белорусской тоже ориентируются на москву и все-таки почему так поддерживают лукашенко путин несмотря ни на что продолжает ему оказывать какие-то знаки внимания лукашенко вы не держат за что-то даму уже не раз стальную часть его организма вот он сейчас держит это естественно очень был очень удобно выгодная позиция для путина потому что лукашенко не популярен абсолютно зависит от москвы и